Пенсионеры снова митингуют в нескольких областных центрах и в столице. Сегодня прошли акции протеста. Бывшие сотрудники МВД и Министерство обороны в очередной раз требовали перерасчета пенсии. Все подробности в материале. Киев, мороз, минус 13. У здания парламента несколько сотен митингующих. Холодно, но жизнь заставляет, потому что пенсии малые. Два Владимира приехали из Чернигово. Вместе прошли Афганистан. Но это не учитывается в будущем перерасчете. А нам, смотрите, говорят выбирать одну пенсию. Или Чернобыль, или Афганский. Выходит, два года и в Афганистане было ни за что. Людей возмущают планы правительства поднять пенсию в течение трех лет в среднем на полторы тысячи гривен. Ну, можно рассчитывать на то, что у нас меньше станет, мягко говоря. Сегодня парламент обратился к Кабмину с требованием создать специальное министерство по делам ветеранов. Первым, кто поставил ультиматум с требованием создания такого министерства, была наша команда и военные пенсионеры. Другим, нам бы очень хотелось, чтобы министерство ветеранов осуществляло ветеранов, а не черного человека, которая близко к нынешней владе, которая будет деребанить эти миллиардные деньги, которые будут выделяться на потребу защиту социальных интересов, социальных прав вельскохозяйственников, пенсионеров, ветеранов. Под эгидой социалистов митинговали и в Харькове. Бывшие сотрудники МВД считают, что пенсии не должны быть менее пяти тысяч гривен. Свои требования к правительству и парламенту передали через обладминистрацию. Полторы тысячи, озвученная сумма полторы тысячи, это средняя сумма пенсии. Это, как в анекдоте, средняя температура по палате. Впрочем, не только профсоюзы или СПУ поднимались сегодня вопрос перерасчета пенсии ветеранам-силовикам. В Верховной Раде представители АПО-блока, БЮД и почти 60 общественных организаций подписали меморандум о сотрудничестве. Кинцевая мета нашей współпрости с военно-пенсионерами, чтобы люди получили пенсию, которая им положена по закону. Потому что сегодня уряд, взлякавшись массовых выступлений, взлякавшись публичных акций, пошел на некоторые поступки, но мы считаем, что все нужно делать в государстве по закону. Есть закон о пенсионном обеспечении военнослужащих, есть нормативные документы, постановки обмена. И уряд должен выполнить свои нормативные документы. Наши требования однозначны. Это пересмотреть пенсионную реформу, это пересчитать согласно инфляции, изменить социальные стандарты в бюджете. Мы зарегистрировали такие законопроекты. Поднять минимальную пенсию, минимальную заработную плату, прожиточный минимум. Бывшие силовики настроены решительно. Сегодня они временно перекрыли движение на главной улице столицы Крещатики. Говорят, это предупреждение властям. Павлина Василенко, Василий Миновщуков. Подробности телеканал Интер.